Значит, у нас сегодня с вами необычный вебинар. Ну, вернее, он обычный, но это вебинар-предложение. Предложение сделать своеобразный клуб для того, чтобы сейчас подготовиться к этому контакту, массовому контакту. Нам надо быть готовым к нему. То есть, у нас ведь в реальности что происходит? Вот в космосе сейчас действуют четыре языка, да? То есть, я уже их вычислял. Это вот телепатитические, это основное, в принципе, среди вот как раз нашей формы, то есть антропоморфная форма людей. Ну, еще там, надо сказать, язык запахов, да, язык слуха, вот, и язык движений. Ну, к движениям относятся, вот, допустим, уровни, да, они же, вот, крутят усики, они, в принципе, указывают направление. Вот, причем во времени, как, куда ползти это, и могут источать по этому запах. То же самое, в общем, они двигают тело и тоже излучают запах. Вот нам для изучения запаха, да, необходимо, у нас вот эти вот точки, да, новый мироназальный орган, помните, который может источать запахи, да? И вот, чтобы они источались вообще, мы должны вот эти вот точки прорабатывать периодически. Запах, диапазон восприятия и передачи запаха, он усиливается. И, соответственно, значит, передача запаха, это важно, потому что все запахи, они должны передаваться. Понятно, что у нас должно тогда восстановиться, во-первых, и нюхательное наше мышление, вот. И, соответственно, значит, зрительное, мы должны, наше подсознание, в котором находится наше вся зрительное сознание, это наше истинное сознание. Нас вот перевели на этот язык, вот, и, в общем-то, он вытеснил, из-за того, что это доминант, да, звук всегда сильнее. Вот это сознание образов, оно вытеснил. Образ, конечно, имеет слабый, рецессивный, так сказать, но диапазон своего потенциала. Ну, он слабый по сравнению с звуком. Звук всегда сильный получается, вот эти четыре. Вот этот мы, значит, стимулируем таким образом, зрительное мы стимулируем вокруг глаз, вот такой вот палочкой прорабатываем. А вот музыковой язык, это у нас же логический язык, а есть просто звуки, вот как мыши, летучие, они же передают образцы. Вот он, звук какой-то один передает, к нему возвращается этот звук. Тоже у логи дельфинов, кстати. Вот, и он передает конфигурацию пространства. Но у них высокий уровень звука, вот. То есть и весь аналитический аппарат мозга настроен на то, чтобы понимать, что в пространстве. Вот, то же самое, в общем-то, и у дельфинов. У них хоть и высокая частота. Но, кстати говоря, я уже говорил об этом, что мы вот старым населением, которое до революции еще тогда рождено было, и которые, в общем-то, имели большие широкие диапазоны, в отличие от нас. Нас хоть обозначено 20 кГц, мы должны слышать. Большинство людей не слышат 20 кГц. 16, ну, может, 18. А так 14, современно, по крайней мере, 12. То есть тоже все уменьшено, уменьшается. А вот стимулировать вот эти вот точки. Вот точки вот эти, ну, где у нас вот такой силок, и мы можем здесь стимулировать, в общем-то, в какой-то степени восстанавливать. Можно так же за ушами, за ушами. Вот делать такие же упражнения для того, чтобы диапазоны, во всяком случае, сохранялись. У нас ведь с каждой, с каждым цветом, с каждый клет, углом связан свой нейрон. И когда вот происходит много таких нейронов, возникает картина цветная, там, со всеми вот этими расположениями предметов. А если этих нейронов нет, ну, то есть у нас уже зрение ухудшается, у нас ухудшен мозг. У нас мозг не видит некоторых углов. Потому что нейрон, который отвечал за этот угол, ну, ну, умер, погиб от экологии. Ну, и главное, это наше питание. У нас ведь алкоголь, это чуть ли не национально стало сейчас еда. Потому что его пьют очень много. Ну, там еще встречается эмоциональный язык, это язык эволюции. Вот. У нас он тоже был, но он достаточно редкий, этот язык. Но, тем не менее, цивилизации, которые им обладают, они сюда прилетают. Есть, значит, записи таких контактов у меня. Ну, не только у меня, они печатались и в литературе уфологической. Ну, в частности, вот был такой случай, когда, ну, туристы сидели у костра, и к ним подошло два человека в таких вот комбинезонах, вот, блестящих. Понятно, что они не из земли. Ну, эти туристы предложили им сесть. С ними они сели, нормально. Вот. Ну, и начали с ними говорить. Говорили эти эпатетические. Но при этом у них на лице были все краски. Вот какое-то, они что-то говорят, лицо становится, там, голубым, там, гранжевым, красноватым, зеленоватым. То есть, все краски. Вот это как раз признак вот этих эмоций. Потому что с эмоциями связан цвет нашей кожи. Вот. И когда такие штуки вот происходят, да, ну, встречи с такими людьми, понятно, что у них смешанные языки не только телепатические, но еще вот эмоциональные. И эмоциональные, они, понятно, испытывают эмоции у нас. Ну, естественно, появляется соответствующая окраска лица. Ну, это у них, естественно. У нас тоже, в принципе, появляется, но мы это не видим. У нас, потому что способность различать диапазоны очень ограничена. То есть, качественные цвета. А это с чем связано? Ну, это, во-первых, связано с тем, что мы потеряли умные клетки. Умные клетки, это которые имеют по 150, по 200 аксонов, может и больше даже. Но они у нас погибают. У нас же вот за последние там 70-80 лет внедрили культуру культурного питья, да. И, в общем-то, этих клеток к концу жизни, ну, там, если ты, там сотни наберется умных клеток, которые вместо двух аксонов обычные нейроны имеют, имели вот 150-200. А так ведь их миллионов. Несколько. Десятков. То есть, до 60 миллионов. То есть, в 19-м эти клетки еще были известны. Вот. Их не назвали умными клетками. Это сейчас вот их открыли, переоткрыли. Снова. А так это были полиакционные клетки. То есть, много отростков имеющих. И они позволяли нам мыслить многими связями. Дело в том, что, в общем-то, ведь вот в хрониках Акаши, ну, хроники Акаши, это у нас на Земле, это водная стихия, это Мировой океан, там хранится хроники Акаши. А вот Акаши-то, они не только в воде хранятся, они хранятся и в камне, в кристаллах. Вот. Ну, они у нас называются архи. Архи, это вот как раз Земля и Солнце. На Солнце тоже хранятся архи, но это архи-архи. То есть, они, это многие миллиарды лет. Вода от них хранит миллиарды лет. Она же все время меняется. Вот, кристаллы хранят. Вот, чтобы читать все это, в принципе, все достижения цивилизации в этих хрониках, пожалуйста, читай. В секретах фитнес-космосе. Секрет возникает там, что мы не можем понять. А в силу того, что большинство людей у нас, в общем-то, пьет, у них, естественно, этих умных клеток нет. Ну, если есть там немножко. И, понятно, они вот эти вот сложные конструкции понимать не могут. Вдобавок ко всему, у нас язык закрытый. Закрытый после как раз Октябрьской революции. Когда у нас еще была третья сигнальная система, которую сейчас, видимо, собрали. Потому что сделали буквы просто звучащими. Вместо того, чтобы каждая буква обозначала какое-то понятие, какое-то действие. Ну, или какое-то качество, или еще что-то. Ведь, смотрите, у нас ведь все буквы, они же были значимы. И вот их было 108 букв. Это вот так называемый торжественный алфавит, да, который после революции отменили и придумали реформу Мефодия и Кирилла, да. А в действительности торжественное письмо, которое было связано с нашими богами, нашего первого круга. То есть, вот эти 108 букв, это были и качества. То есть, вот у нас же у бога есть функция. Эта функция выражается символом, знаком. И эта функция выражалась и родением. Но мы говорим здравие, да, встречаемся с человеком. Мы должны пережить это здравие. Мы должны отродить его. И это обозначалось символом, естественно. И поскольку у нас вот встреч много, у нас все время разные предыдущие. Вот, мы сейчас используем приветствия только первого кона. По логике вещей мы должны значить все 108 приветствий. Так вот, для того, чтобы подготовиться к встрече с этими инопланетянами, мы должны, во-первых, открыть язык. У нас ведь в Брос произошел 6 видов письменности, найденных на территории Советского Союза. 6 видов. Какая из них правильная? Мы только говорим о глаголице и кириллице. А есть еще письменности. И среди них есть правильная письменность, наверняка. Вот. Я, честно говоря, ну, этому надо обращаться к специалистам, кто знает. Потому что в интернете об этом информации нет. Это частные знания. То есть частные специалисты, которые так просто узнали где-то, так сказали. Ну, они, в принципе, известные люди, но тем не менее. Так вот, получается, для того, чтобы сейчас нам найти все, во-первых, функции, мы их не знаем все. Мы точно знаем наш первый кон, ну, и немножко второго, третьего. Вот остальные нам надо искать. Но самое главное, мы можем и неправильно найти, но мы должны найти. Так вот, клуб Амфилада, и он именно будет называться Амфилада. Это старое название. Потому что сейчас говорят Амфилада. Амфилада – это такой длинный коридор, кто не помнит. Вот. С разными дверями. А разные двери бы нужны для перехода в разные пространства. Вот. И у всех жрецов эти двери были. Особенно переход от одного рода к другому. Потому что род, если кончал кон, заканчивал кон, он переходил в другой кон. Но это оставались те, кто не прошли его. Ну, для того, чтобы продолжать поддерживать связь со своим родом, да, ну, или со своим кланом. Ну, кланом, правильно я сказал. Потому что с родами тоже, да. Ну, напоминаю, что клан – это кровно-родственные связи, а род – это временные связи. То есть, если мы из одного рода, есть родственные отношения по времени. Мы родились в одну жизни. Мы из одного рода их 60. А кланов может много. Клан всегда по роду начальнику. Вот вы начали вести родословную. Вы основатель данного рода. У нас ведь все рода уничтожены. Книжки. Все родовые книги, все племенные книги уничтожены. Вот. Поэтому приходится все сначала. Некоторым удается найти свои кланы. Так вот, подготовка. Нам ведь не только надо подготовить, раскрыть язык. То есть, начать тоже родить. То есть, вот приветствия у нас есть. Вот мы все 24 приветствия должны так мучить, делать, чтобы всегда вызывалось родение. Потому что, когда вы встречаетесь с людьми и желаете вот это приветствие, которое связано с функцией данного бога, покровителя этого периода, у вас он вкопится. Потому что каждый вам пожелал здравия, каждый вам пожелал мудрости. Ну, вы тоже пожелали. Вы все время обмениваетесь. И потенциал ведь растет. Вам один сказал, вы чуть-чуть повысили, вы другому сказали, у него тоже повысили. Уже не только на свое, но еще на то, что вам повысили. И так, если из года в год, из месяца в месяц, у нас потенциалы родения росли. Поэтому у нас был агрегат очень мощный. Понятно. Я не говорю, что у нас должен быть вот этот пятый язык. У нас четыре языка, да, в галактике действуют. Но основных, чтобы общаться, в принципе, со всеми, это вот язык образов. Ну, кстати, вот с языком образов. У нас сейчас вот и в космос летают люди, там картинки, треугольники, квадратики передают. Но можно, конечно, понять эту информацию, но это малоэффективно. Малоэффективно, потому что есть, ну, это не поза, конечно, а состояние для приятия информации зрительной. Ну, то есть телепатической, как сейчас говорят. Это представить экран перед глазами. Не перед глазами, наружу, а внутри головы. Но поза его не назовешь. Но это состояние принятия информации. И вот когда у вас такие вещи начнут получаться, тогда вы сможете, в конце концов, общаться телепатически со всеми. И это не на каких-то тренировок и все прочее. Просто сама поза, но мне хочется все время сказать поза, вот это вот состояние. Но она в действительности с позой тоже связана, потому что у вас же как бы представление. И, кстати говоря, у нас все вот эти языки, да, они выведены у нас на лицо, на лице находятся. Вот понятно, что зрительные – это глаза. И здесь все точки, которые можно стимулировать. Это зрительное восприятие. Вот, а они у нас находятся вот вокруг глаз. Если вы возьмете палочку, которую едят мороженое, стаканчиков, да, вот вы можете ей вот так вот, ну, крутим глаз, стимулировать. У нас, к сожалению, вот слепого пятна не дотянетесь, потому что оно – это дно. До туда вам не дотянутся, понятно. Вот. Но вы можете, опять же, представить это пятно и воздействовать на него психикой, насытить его энергетикой, чтобы оно начало рассасываться. Потому что мы же тонкий мир не видим только потому, что у нас это слепое пятно. а нам надо диапазоны расширять и видеть те же самые тонкие все вещи, которые здесь все происходят, находятся здесь. Мы должны это все стимулировать. Но, кстати говоря, вот особо, когда вы будете это все стимулировать, о том, что вы что видите, не надо рассказывать. Потому что у нас мир драконов и мир вот этих вот пятиглазов, они же здесь лазят. Мы их не видим. Мы их не видим к тому, что у нас диапазоны снижены резко. Потому что, ну, мы уже говорили, что у нас записано, заложено в русском языке семь диапазонов. Семь. То есть мы можем сорок девять. В принципе, цветов, которые находятся в русском языке, обозначены, видеть. Которые мы сейчас не видим в реальности. Вот. Потому что существуют легенды. Ну, и не только это. И в реальности так происходило. Все, кто видят тонкий мир, их ослепляют. Поэтому не надо рассказывать. А у нас, почему у нас диапазонов не стало? Ну, во-первых, геномодифицировано. Ну, сейчас уже вообще все геномодифицировано оказалось. Во-вторых, у нас солонин, который, в общем-то, ну, он, во-первых, старость вызывает, высушивает наши ткани. Во-вторых, у нас глютен, который, в общем-то, отшивает все синтетические способности нашего кишечника. У нас термофильные дрожжи, которые, в общем-то, травят наш организм, ну, вспучивая все, что мы употребляем, да, и распространяясь по организму, везде, в общем-то, чинят препятствия для развития. Потому что у нас ведь все внутренние органы когда-то были иннервированы, а сейчас нет иннервации. Мы не чувствуем ни печени, ни кишки, ни селезенку. Ну, сердце болит, но не сердце, это, как правило, мышцы сердца. А надо возвратить эту иннервацию. То есть у нас сейчас много что потеряно. И вот мы можем иннервировать, вызвать эту иннервацию. И вот надо, естественно, нам и восстанавливать. У кого погибли вот эти умные клетки, ну, и такие клетки тоже погибли, их надо восстанавливать. Они восстанавливаются. Трудно, но восстанавливаются. А вот для этого нужны обязательно вот эти так называемые непереладчивые позы. Ну, говорят, медитация-то все, я уже говорил, что это все неправильно. Медитация-то концентрированное размышление. Ну, зачем нам концентрированное размышление? Нам надо обнуляться, расслабляться. Вот непереворочимая поза, которая возникает в результате хорошего расслабления, так вот, она, кстати, опасна, эта поза, потому что в реальности человек начинает обретать вес, больше тонн и может начать весить. потому что в этом состоянии, в расслабленном, ну, ну, люди, которые в нем оказывались, там, 30 человек поднимало, то, что он больше тонн начинает весить. В этом состоянии полного расслабления может начаться восстановление. Почему это происходит? Ну, потому что вообще строительство, эволюция, она происходит, когда нет мешающих факторов, нет никаких возбуждений, нет никаких напряжений, тогда начинается эволюция. А нас ведь эволюцию блокировали с самого рождения, то есть сразу, когда запрещали ребенку находиться в позе эмбриона, да, ну, практически перекрывали ему эволюцию. И люди же до сих пор спят в позе эмбриона, и они выглядят как в 70 лет, как в 30. потому что она позволяет ликвидировать все вот эти поломки в организме, которые возникают. А вот в состоянии вот этого расслабления, там появляется так называемый гепарин. А гепарин, ну, это в переводе с латыни, это печень, да, гепарин, но это вещество, вырабатываемое печенью, которое, как выяснилось, ремонтирует ДНК. То есть все приобретенные мутации, они убираются с помощью вот таких вот простых вещей, как расслабление. Но как расслабляться, вот у нас в литературе достаточно широко описано, вот, и оно в общем-то достигается, когда вот прорабатываешь буквально каждую клеточку своих, значит, конечностей, своего тела, вот, ну и даже, значит, новых своих органов. Что касается иннервации, возвращения иннервации. Почему нам нужна иннервация? Мы с вами говорили, что существует интуиция, у каждого органа существует интуиция. Каждый орган это своеобразный организм, у которого есть и управление, как мозг, есть его функция, вот, есть своеобразный желудок, там, питательные вещества, ну, то есть, это кроносная система, вот, есть выделительная система, все есть, то есть, каждый орган, это, в принципе, организм, целостный организм, и у него есть чувство, чувство есть, как интуиция, и эта интуиция, она проявляется не только на его уровне, она выходит на уровень нашего уже организма человеческого. Мы же там чувствуем там кишками, кто говорит, селезенкой, кто печень, в русском языке эти все обороты встречаются, они старинные, эти обороты, и они были когда-то, и у нас, вот и были названия интуиции, тоже старинные, например, диастиси, то есть человек может предсказывать фактически, вот это кишечник, кстати, диастисию он имел, он там целый месяц может предсказывать, а диастисия, это когда печень предсказывает, и в общем-то человек может диастисии предсказывать, в общем-то, на шизницу, человек ведь он может и так видеть события, ну вот, он смотрит на ребенка, он знает, что он сейчас полезет пальцами в розетку, точно так происходит, не потому, что он его заставил, подумав так, он просто видит, но это видит, можно видеть только на 5 минут, а вот интересно, что чем меньше мы можем по времени видеть, тем дальше это может прогнозировать интуиция, потому что симстисии, она же может вообще на 20 лет видеть вперед, вот, а вес системы, она уже может на кон видеть вперед, хотя она, в общем-то, на 5 секунд буквально ты вот смотришь, знаешь, что через 5 секунд там что-то произойдет, но это понятно, что снутрь, то и наружу, то есть разные органы должны вернуть иннервацию с иннервацией возвращается у нас и интуиция, вот интуиция, она нам нужна для того, чтобы мыслить умные клетки, которые имеют много связей, это тоже связано с интуицией, у нас сейчас язык, он же мертвый, нет возможности образовывать новые понятия, и даже буквы, буквы тоже можно образовывать, это то, что у нас известно там до 60 букв, до некоторых языках, но все фактически, они дальше-то не развиваются, а буквы тоже можно образовывать, там задавая длительность, задавая высоту, задавая там горловое, носовое, ну и обычное, вот, звучание, можно все это делать, так вот, как раз рост и восстановление умных клеток связано с рождением интуиции, новой интуиции, мы уже сейчас одним словом все, интуиция все, нет, интуиция это много, и вот когда мы подсоединяемся к этому хроникам Акаши, к Архам, мы можем знать о цивилизациях, которые имеют сумасшедшие достижения, все, но мы не можем это понять, потому что у них слишком много связей, а у нас те, которые создавали эти связи, ну из-за того, что пьянство и все прочее, они вырублены, у нас нет этих возможностей, нос восстановления интуиции, восстанавливаются клетки, и самое интересное, самое интересное, что мы можем с помощью вот этих вот клеток не только вернуть иннервацию, не только вернуть новые свойства нашим предметам и расширить диапазоны, мы можем понимать, обозревать то, что мы можем сразу воспринять, да, но непонятно, нам у нас нет такого языка, нет столько связи, а вот когда это все восстанавливается, интуиция, такая возможность начинает появляться, мы может не можем точно там рассказать, как это все, но мы можем выдать результат, результат, который в общем-то поэтапно приходит к той мысли, которую передают нам те же хроники Акаши или еще что-то, которое мы не понимаем, но мы начинаем понимать. Вот у нас органы не ингерированы, но у нас есть проекции Захарина Геда, вот я вам покажу их вот у нас органы здесь в принципе видно здесь тут и сердце тут ну тут все органы представлены вот с одной стороны вот а когда мы спереди рассматриваем с другой стороны и здесь они представлены все из них же получаются все так и называемые точки акупунктуры потому что если взять наше тело и расположить на наших рычагах на локте на ладони на наших мерах на плече вот мы только рассматриваем чистые рычаги исключение только ладонь ладонь потому что она составная здесь и ладонь здесь и дюйм здесь и вершот но есть эти меры которые ладонь и предплечье ладонь предплечье ну то есть рука и плечо на них тоже можно располагать и вот эти зоны захарина геды когда их переносишь они превращаются в точки а потом саму вот это вот допустим тот же локоть можно же здесь расположить можно еще расположить там еще появляются точки и вот это вот взаимо так сказать проекции от разных создают вот то многообразие которое состоит из двух тысяч точек на теле белого человека питается только 1600 вот которые в общем-то и создают вот эту всю систему акупунктурных точек но они в реальности влияют на орган вот если мы допустим трогай эти точки эти проекции и чувствуем что они у нас болят мы прорабатываем прорабатываем то есть ну там нажимаемся прочее вот мы фактически их выздоравливаем потому что ну как бы когда нажимаешь больно да вот если держишь боль уходит это кстати говоря тоже народный метод который использует угол в своей висцеральной практике и мы таким способом можем поддерживать здоровье нашего органа и постепенно постепенно возвратить ему в общем-то вот эту иннервацию мы ее в общем-то выявляем с помощью этих проекций значит трогая эти все точки и в конце концов мы можем возвратить кстати говоря если сейчас вот все эти проекции посмотреть то они не все совпадают с китайскими которые нам они донесли точки многие новые точки они тоже болят могут болеть вот у нас видите мы с вами говорили что эволюция человека она идет через появление прежде всего железнодренной секреции вот а железнодренной секреции но не расположена у нас по почему там больше всего количества доходят этих железнодренной секреции ну потому что она центральная она у нас сойдет вот оттуда начинается и вот ниже пупка она раздвояется а до пупка все в принципе она усыпана этими железнодренной секреции которые не изучаются сейчас и мы можем их сделать сколько ну не сколько угодно ограниченное число но очень огромное вносите в организме до тысячи гормонов железнодренной секреции они вырабатывают гормоны и каждая железа она отвечает за какую-то функцию вот когда целое число значит число родения да и мы знаем что это железа вызывает эту эмоцию но ведь существует еще множество желез которые образованы в результате чар когда мы наш ну наш диаметр магическая окружность то есть наш рост делим делим на пи получаем диаметр и поэтому диаметр мы можем расположить сколько угодно вот этих чар а ведь чары ну например две трети вот разделим 360 на две трети это получается 540 точек а если там одна шестая или там ну там много же чар или там одна двадцать четвертая то есть мы этих чакровых систем можем иметь очень много потому что когда мы делаем ну мы ставим эти все вехи да вдоль позвоночника вдоль значит центральной оси нашего вертикальной оси нашего тела мы можем быть и вехи ставить крыжи и они будут создавать эти железонатонные секреции если мы дальше будем все это делать да там уже навкресты поставить ну и другие там мероприятия применять то эти железонатонные секреции будут превращаться в железонаружные секреции такие как желудок там печень вот то есть они наружу уже выделяют то есть в какой-то другой орган не в кровь как внутренние секреции делают железо а вот именно в другой орган они двенадцатиперстную кишку там и печень и поджелудочная железа и желудок выделяют двенадцатиперстную кишку в конце концов вот и фактически это уже начинает быть органом железа внешний секрет практически орган в этом суть нашей эволюции и когда у нас будут появляться все новые и новые железы то есть у нас будут появляться новые и новые органы на нашем физическом уровне вот и в принципе уже начинать работать с ними для того чтобы вернуть эту иннервацию ну естественно исключить глютен исключить солонин из своей пищи желательно также исключить термофильные дрожжи которые у нас все тоже загаживают в организме кстати говоря вот эти вот взаимные проекции есть корейская система суджок терапия они тоже весь организм располагает на руке но они только на руке а по логике вещей надо везде располагать то есть вот этот вот наш клуб амфилада у него будет задача подготовиться это главная задача подготовиться к встрече с инопланетянами сейчас ведь ООН объявил что только они могут общаться они создали там свой отдел но ООН создан не нашей цивилизацией они хоть вроде как отсюда эти шварцы но они не наши поэтому мы должны у них инициативу забрать тем более у нас встречи периодически происходят и поэтому в общем-то у нас был флаг в руках мы его должны держать дальше вот тем более они только встречаются а у нас ведь цель ну ВОК уже приняли космическую коалицию мы уже по определению можем все время с ними встречаться но у нас задача встать на их уровень не быть вот этим ну как они нас считают быдлом да а быть достойным их то есть тоже выучить эти четыре языка создать восстановить наш язык с открытой грамматикой может быть даже ну сейчас во всяком случае мы можем сделать словообразование а потом сделаем и буквы образования то есть у нас уже будет не третий а четвертый сигнальный систем для того чтобы мочь еще более с высокими общаться цивилизациями дело в том что существуют уровни цивилизации и если допустим наш уровень это вот ну как бы на задворках того же галактического совета да сидеть мы будем а у них сегодняшняя галактическая конфедерация будет у них сидеть на задворках может нет паритета неправенства но помимо значит конечно если опять возвращаться к языку нам надо восстановить письменность письменность она неправильная и нам не да тут письменность правильно естественно она должна быть звучащей как собственно говоря Деванагаре это звучащая письменность сейчас говорят просто это письменно это в действительности не просто письменность она звучащая то есть язык вот таким образом мы будем расширять диапазон и это вот как раз эволюция вот в этом клубе она у нас должна быть реализована всеми вот я предупреждаю еще раз о существующей опасности когда вы какие-то найдете чудеса и если вы можете о нем сказать об этом чуде не сказать что это вы владеете что такая техника получения это не надо говорить за это можно получить и те которые слушают получите вы получите то есть это ящик пандора он все блокирует поэтому просто намеками чтобы ящик пандора не понял люди уже будут понимать люди будут понимать и во всяком случае мы подготовим еще народ который не воге состоит может того в принципе принят в космическую коалицию в 2015 году и всех остальных людей которые пойдут по пути сбрасывания себя ну можно еще знаете что вспомнить вот сейчас волшебную одежду у нас есть такие курсы волшебной одежды это по мерам это все естественно но вот с этими точками с этими проекциями которые болезненные да вот можно тоже делать волшебную одежду вот когда я еще лазил по этим всяким трансляциям да у нас вот эти цивилизации и шрамбала там и тажакашки и они у всех они же телепатические они все идут трансляции не обязательно школы там там и последние известия там все но есть школы те же самые косоги ну которых мы воспринимаем как черти у них тоже есть трансляции вот когда я к ним залез на этот сайт или как это сказать на их точку вот они говорили о сидрах вот это вот волшебная надежда то есть если в некоторых местах стягивается что-то в других наоборот расслабляется возникают взаимодействия возникают токи потому что напряжение есть излучение а расслабление есть прием то есть есть катод есть анод есть между ними естественно есть движение разных частиц поэтому если у вас допустим где-то место которое болеет болит вот делайте повязку делайте ту же самую проекцию той же печени вы можете нарисовать вышить и завязками притянуть так чтобы она на этой проекции создавала постоянное давление понятно что с него будет стекать вот на что-то где больше всего расслаблено будет течь вот а токи они обладают интересным качеством вот растения если их помещают по два да и нет света но есть токи слабые токи они начинают расти цвести и если там есть опыление то и давать плоды то же самое здесь у нас слабые токи вызывают рост различных возможностей и в частности возможность восстановления то что мы утратили в частности иннервация наших внутренних органов появляется иннервация появляется интуиция а интуиция это видение и почему у нас в голове так много центров зрения но эти зрения могут быть и у наших органов в виде интуиции вот и поэтому очень важно вот эти делать где у нас проекция возникла и нам нужно чтобы там было иннервация чтобы восстановились все функции у нас и так много функций у каждого органа у печени он только более 500 там функций выявили у селезенки он сколько функций у нас же рождают разные крайные клетки а там появляются некоторые клетки которые мы но есть предположение для чего они не более того это предположение а селезенка синтезирует очень много разных и перестало еще сколько синтезировать потому что опять же неправильное питание дурацкая экология но когда дурацкое питание неправильное экология становится и неправильное мышление не делается и так далее мы продолжим нашебинар вот как изменить свойства гаваха и сделать его непотребным для захватчиков чтобы он был им безопасен или мог их погубить по типу как торт пересолить и наперчить чтобы торт не вырвали ну вот у нас Гелена консультант которая в общем сейчас разработала методику как очищаться от гавах можете к ней обращаться какая температура внутренней земли там такая же как у нас единственное что там нет ни зимы ни лета их все одним цветом вечное ну вечное лето будем так говорить вот ну там цикл растений понятно есть но не такие яркие как у нас потому что у нас кольца же образуются а вот когда не было зимы и лета колец нет но здесь тоже такая же штука колец нет но растений конечно видовой состав не такой как у нас но наиболее богатые наиболее так сказать эффективные в отличие от нашего можно сказать что там у нас оптимальная температура 23 градуса это как раз если смотреть значит относительно наша температура если вы на одну целую 618 разделите получить 23 максимальная температура я думаю что там она не выше не ниже где-то в этом районе в этой температуре человек себя чувствует наиболее комфортно поскольку у всех там человеческое происхождение но там небольшие отличия где-то так везде находится помогите пожалуйста понять физические законы почему все так душа высокотистотная и плотная то должна быть тяжелая как камень притягиваться к земле и падать вниз а не висеть в сердце высокочастотные пространственные люди вообще левитируют хотя должны быть с повышенной плотностью а камни высокочастотные ведь тоже и плотные не левитируют а притягиваются к земле высокочастотные плотные камни мы видим а душу нет здесь видите вы плотность и вот эту частотность как бы смешиваете между собой вот то что мы высокочастотные да мы уже не взаимодействуем с этим миром мы плотные в том мир для нас мы прозрачные они для нас прозрачные и мы для них прозрачные потому что не взаимодействуем вот а если смотреть вот по плотности частоты да они плотнее а если по плотности вот именно вещества там нет оно с нами не взаимодействует будет ли курс пока удаст вам да нет у нас еще куча всяких курсов которые мы не прошли вот я не знаю удастся ли вообще даже больше сотни всяких этих дисциплин это которые только лишь вот даже по полгода это надо 50 лет смысл возвращаться написаны книги написаны лекции но по лекциям этих поэтому будет все потихонечку была ли царская семья Николая II расстреляна или все они спокойно дожили до преклонных лет и умерли все своей смертью в этом случае у них есть потомки где они живут знают ли они что они потомки римской монархии да нет они не были расстреляны конечно они дожили в Англии дело в том что Николай II первый раз выступил по радио в 1936 году до этого они учили английский язык хотя говорят что он узнал но он узнал его потом а так английский язык его специально создали новый язык на который сейчас посадили все человечество если сравнивать Георгия Пиатова возьмите фотографии не знаю они не должны быть стерты Георгия Пиатова его семью у него были все мальчики вот посмотрите их жен их фотографии фотографии это не портреты фотографии портрет можно перерисовать фотографии не перерисуешь там затушевать можно ретушевку сделать вот а так уйти Николай второй Георг Пиатова это одно лицо фото одно лицо и даже где они вместе ну там фотошоп поработал это видно невожженным взглядом вот а если сравнивать их детишек да то у Георгия Пятого этих пять девочек вернее пять мальчиков они почему-то в женских одеждах в платьях на фото а у Николая Второго пять девочек а у этого пять мальчиков вот жены одинаковые дети одинаковые они сами одинаковые ну о чем можно говорить понятно что никто их не расстреливал они спокойно переехали в Англию где начали развал и дальше Россия самое главное ведь это убрать генофонд вот и они его страд убирали вот сначала там воевали с дворянами но с дворянами не так сильно как с кулаками кулаки это собственно говоря наш генофонд был ну их вывозили например ну вот как наших там родственников вывезли значит в тайгу дали лопаты правда топоры увезли значит в сентябре а в ноябре привезли сентябрь октябрь ноябрь они нихрена не ели их никто не кормил то есть мужа поумирало много народу вот но кто что успел взять с собой вот вот их выбросили бабушка рассказывала вот она в матроске была и платьица вот их выкинули их выкидывали они ходить не могли уже вот вот она в этом платьице оказалась по грудь снега но они там сразу лапника сделали то есть там вместе жить там когда прижимаешься в принципе друг к другу то тепло вот как пингвины греются там же все время происходит ротация центральная переходит на окружность замерзнут вот они так же грелись вот но начали строить потихоньку построились школу сделали больницу ну все как у людей нормальная деревня к ним раз в год только приезжали записывали кто умер кто родился вот вся это ничего питания ничего не привозили вот дворяне же большинство уехало кто не успел уехать тех расстреляли конечно а кто уехал так они в общем-то там культуру европейцев тоже создавали русские самолеты радио ну там очень куча тот же самый тест он наизобретал считается что он там чья да или серб но кто перетянет все спорят все спорили татары спорили что дедушка Ленин он татарин потому что он в Казанском университете учился там чук-чук говорили что чук-чук потому что он шутка луна поэтому они жили было значит три семьи еще три семьи царских которых тоже они кто-то значит влагей окончил вот но они были загипнотизированы настолько им насколько поменяли личность и ну нежность была такая же как у царей царевичей вот и принцесс они верили что они цари об этом тоже много писали и в грузинском варианте находили и в монастырях тоже там они жили ну кто как прошу осветить последние новости но новостей немного в принципе мы все-таки ждем они же обещали высадку но уже середина ноября высадки нет но пойдем разбираться в чем где потом в следующем уже месяце смогу точно рассказать почему они или все-таки высадится как долго мультилизуется душа это секунда минуты или часа но вообще практически это происходит все ну вот на глазах вы закрутили там предметы там начинают исчезать буквально тут сколько-то секунд проходит помогите просто сказать нашим жильцам яхан через ваших знакомых геологов чувствую что это важный камень если вы постоянно упоминать если он постоянно упоминается в наших волшебных сказках ну это да это действительно так у нас не только яхан то у нас много пропало ведь смотрите у нас все вот эти иониксы хрусталитом названий там много да а камень то один химический состав один это только я один сказал их много у каждого камня по несколько синонимов почему ну потому что за этими синонимами они скрыли настоящие камни их много исчезнувших камней можете подробнее рассказать про приветствия нацистов рукой это тоже было полезное движение которое упорядочило клетки и приводило к накоплению потенциала но в какой-то степени да они его взяли этих тибетцев у них там есть это приветствие но значит смотрите в царской России там приветствовалась вот мудрый нашей мудрой и приветствовались вот так во время значит но уже ближе там к революции стали приветствовать не вытягивали руку не выбрасывали а вот так но у нас уже так приветствие вот а мудро ну на тоже передатчик мы с вами разбирали человечество хотят перевести на белок из насекомых как вы к этому относитесь очень плохо дело в том что вот допустим для того чтобы у нас нюхательные все эти рефлексы диапазона увеличивались можно есть плоды пчел вот но это делается веками и мы к нему адаптированы а вот к разным там червям вот как лекарство да может использовать но не как постоянное питание пчелы они уже адаптированы 12 организм к нему адаптирован а вот здесь вот сомневаюсь я знал значит парнишка но и семью смысле парнишка он болел все время 5 лет ему было его отправили в деревню вот и он там выздоровел выздоровел и возникли за тем что он ел червей дождевых просто их вырвал и ел вот у них там как бы первый белок такие вот аммиокислоты которых нету вот поэтому он вылечился и стал здоровым ребенком но это не значит что он должен этих червей все время есть но они помогли ему хорошо дальше должно быть человеческая пища мы уподобляясь кому-то мы в реальности становимся ими зачем нам есть червей чтобы стать червяком что какие виды тянется еще установлены действует наше время еще работать теплонный язык что-нибудь отсохнет и так далее да они еще работают руки отсыхают зрение люди теряют это все как бы наказание за прошлой жизни преступлением можно ли создать такой основе визор в котором можно увидеть прошлое вытащить оттуда какой-то предмет конечно можно какая форма гуслей лучше и сколько струн норма из каких пород лучше изготали гусли ну гусли это вообще новодел все народные инструменты там был лайк все прочее новодел никто не знает как это было сделано попытались значит кто-то гусли сделали там дом там лайк тоже но это все как бы их не уже разработки не старая нас во-первых не был порожков большой большая ошибка с порожками делать но гусли правда без порожек догадались все-таки сделать но была с порожками гитары тоже с порожками гавайские были без порожки но сейчас я так подозреваю они с порожками стали потому что я помню но еще старые эти изучения музыку гавайских гитар вот у нас в москве сейчас не помню в каком месте был ресторан где играли на гавайской гитаре 50-е годы туда народ валил потому что она же изумительно звучит звучало а сейчас я смотрю гавайские тоже с порожками стали делать вот а по поводу пород но я вам не скажу может быть действительно из звенящих кедров может быть у меня информация на счет нет да я вот именно этим не интересовался конечно если будет возможность еще раз встретиться с ребятами я поинтересуюсь конечно если не если спать позе эмбриона то могут вырасти новые зубы у человека вроде шесть закладок зубов но попробуйте я думаю что это должно сработать в книге календарь лицов выдаёте расчеты рамаданов нафрусов для чего нужны были эти точки но эти точки прежде всего нужны для того чтобы обрести свойств вот этих чаров но может даже белых ангелы нас петров или не хранители одно и то же персонале но понятно что много среди ангелов хранителей почему празднуем новый год преображение 21 июня они уже действуют 21 декабря когда планета рождается но дело в том что у нас как бы отсчет каждого года начинается с самой высокой точки солнцестояния вот мы сейчас находимся ну как бы не очень высокая точка от центра галактики но она во всяком случае выше предыдущих точно так же когда солнце находится на самой высокой точке вот у нас случается преображение вот тут видите преображение это все-таки сохранение еще какой-то база а вот рождество тоже может полностью изменится может вообще превратиться черти кого без всякой базы возврат невозможен в этом случае поэтому все-таки преображение вот но не в году у нас происходит вот если их привести к месяцу там к женице гнету на получать сцветворение вот за творчество отвечал сварок вот его дату если взять эти все даты они приведены в эпохе рая на земле можете посмотреть как приводить один промежуток к другому промежутку мы с вами разбирали католический храм две башни зачем и как они использовались раньше это конечно надо спрашивать католиков я могу про православных сказать у нас одна башня 4 колокольни у них две почему надо подумать я сейчас к этому не готов земные люди имели крылья или это ли горе если да то в какой-то мере они вырастают а в каком коне они вырастают да можно в первом вырастить у нас вот лопатки у них старое название крыльца вот к ним и прикреплялись крылья крылья они строились в астральном теле в астральном вот а потом материализовывались могут летать естественно циритосадского упоминается в связи с соломоном владимиром кем она является по реконструкции но дело в том что у владимира по по историческим так сказать аналом было 300 жён вот но они у него все имели высокое происхождение он же в принципе пытался поднять под себя всю землю обратно вот то есть он вел борьбу с иудеей и вел борьбу ну сначала значит с яромагом вот потом когда они уже стали с баяном с баяном им уже удалось победить яромага и с тех пор конечно стало затухать это там же было как вот иудеи яромаг командовал они были за бессмертие ярослав мудрый он создал как раз вавилон вавилон идет от ярослава мудрого и он создал каббалу которая и тонах объединяла и канон объединяла вот поэтому каббала поэтому каббала сейчас но всяко поносит хотя она понятно что это не каббала все это это попытка сделать какую-то разумность но ее там нет к сожалению может быть есть какая-то тайная каббала там какие-то знания не исключает такой момент потому что каббала в действительности есть в дрели православных она есть но у людей я не знаю судимыми не получаются контакты накопление божественных слоев 24 богов в точках полов ведет это к переходу второй пантеон ну пол это другое тайна это не точка пол это накопление энергии в результате манипуляции пальцами когда вы там шарик энергетическим накапливаете посылайте его куда-то или для здоровья или для разрушения но за счастье скотире вы его создавали как а есть сайт российских ученых биофизиков семинары по развитию различных способностей проводит Андрей Рогов академик калифорнийской медакадемии в том городе сказать про него эти разработки но вот я уже не один раз слышу о нем но не добежаясь до его работ пока ничего не могу сказать разработки еще советских времен у нас много чего разрабатывалось какие есть методы восстановления зрения но метод бейца самый такой распространенный Жданов который в принципе его пропагандирует но у него свои там разработки уже появились можете Жданов посмотреть ну вот сейчас вот зимы появились и там они сенную палочку отдельно делали она у них очень дорогая поэтому они ей дарят вот сенную палочку если в глаза вставить ну в смысле капать вот если там есть паразита они всегда там есть зрение тоже улучшается у меня знакомая матушка стала видеть сущности то есть например сидит она дома одна вещь что не в кресле сидит мужчина по коридору дети бегают что это значит и как с этим бороться потому что она иногда звонит по телефону и кричит что ее бьют или оскорбляют могут старые жильцы приходить которые умерли уже вот могут и новые там ну всякое бывает то что видит не фэнтези это правда как запахи распределены по богам да они не по богам распределены но это уже как бы систему и надо создавать вот у нас хотя бы разобрать как запахи распределены по болезням какая болезнь как пахнет вот по эмоциям ну по эмоциям если мы разберем то в общем то мы приходим тоже к богам то что эмоция пахнет как болезнь как какая то способность но все имеет запах а нет ли рисков не переворачиваемые не пользуйтесь в пастах так есть в том-то дело вот когда человек расслабляется может не проснуться намного не может вырубиться позор которую вы рекомендуете для возврата умных клеток шавасана но это индусы так называют шавасана знаете называется не переворачиваем у них ведь но они тоже кстати предупреждает об опасности этой позы то есть они тоже сталкивались с тем что люди не могут после нее выйти но если вы занимаетесь практикой умирания и потом воскрешения то в общем то это не совсем страшно я эту практику описал я ее иногда применяю потому что у нас постоянно происходит нападение на человека попытка его лишить энергетики и чтобы он в общем то отдал концы но он не дает концы понятно но он может не просыпаться очень много людей умирает во сне но списывает на сердечную недостаточность и прочее в реальности это нападение вы скажите что такое непереворачиваемая поза но это поза полного расслабления человека тогда он начинает много весить перевернуть его невозможно если регулярно копаться с гепарином гепарином это продлить молодость и жизнь конечно гепарином восстанавливать наши клетки да дело в том что надо восстановить печень надо ее чистить и чистить и очень долго надо прошлом не в позапрошлом году мы чистили шесть раз по две недели это сколько получается двенадцами три месяца чистых и то мы не очистили все равно надо чистить боги связаны с системами и органы в нашем организме есть такие соответствия есть я их привожу это как одна из таких на таких как бы систем я думаю что они связаны с разными уже разработками ну или вспоминаниями там сложно сказать в книге бабы и агента есть полезно ли есть фрукты овощи с экзотических стран ну в принципе полезно но лучше конечно самим ну например с Китая почему нельзя их есть там тоже они даже финики выращивают самый сладкий финик ну вообще фрукт это к примеру звездочные там яблоко там много всего выращивают но сюда не везут вот от них вредно потому что они поливают все своими отходами из нашего организма а там очень много всяких глистов у них стопроцентная инфазия ну то есть заражение глистами вот кто и ест эти овощи и фрукты ну китайские они все в общем-то заражены глистами паразитами сейчас в Европе такая же стала традиция поливать и фруктовые деревья и ягоды ну все своими отходами тоже швейцария ну то есть понятно что все всем подписан приговор ну кто знает это они естественно не едят едят все советское отличное так что его своим дерьмом никто не поливает как вы относитесь к автономам хорошо которые ничего не пьют не едят и не спят не опасно ли это для жизни да вроде нет во всяком случае вот наблюдая одного своего товарища ну с которым я давно знаком и он на моих глазах в принципе стал автономным все еще автоном но понятно что у меня шесть лет хватило для того чтобы быть сыроедом потом я все равно сорвался ну как бы сначала по необходимости но я понимаю что это все отговорки вот но потом уже как бы пошло и поехало потому что раз позволил себе слабость но потом этой слабости избавиться тяжело у них тоже может быть такой срыв и вообще вот переход на часто приют срывом некоторые там даже в конце жизни в общем-то сорвалась стала есть вот ну не знаю как там главный техни не ед которая приезжала но она периодически приедет и застрали сюда в россию с бараном очень дружина забыл его фамилию но я не помню можно сказать потому что я как бы не относился к этой категории людей серьезно потому что если переходить на неедине надо все равно менять функцию желудочно-кишечного тракта на какую-то новую функцию пусть даже не употребление еды но употребление чего-то чтобы получалось что-то пример вот пример человек попал на необитаемый остров это индийская легенда это легенда рассказ во всяком случае попал значит на остров необитаемый в результате крушения и там его забрали только через пять лет а этот остров он продувался очень хорошо и там не было ни растений ни трав и ничего не было вот он ел камни то есть мне уже желудочно-кишечный тракт работал все равно вот хотя он не давал насыщение никакого но во всяком случае он не дал ему высохнуть если считать минуту в обратном порядке что можно добиться каких чудесных проявлений но это когда хотят время в обратную сторону закрутить читает обратно это методика использована тарабский язык например да это же чтение русских слов наоборот потому что он был свое время жреческим языком как и тюркский как и греческий но не так он назывался жреческий язык психологии можно сейчас убирать связь взрослого ребенка с матерью таким образом взрослый человек убирает у себя переживания страхи родителей что вы думаете по этому поводу ну плохая идея убирать связь с матерью если с матерью но с кем-то да еще можно быть соединенным если с матерью ты разъединился все что с запада идет это все с душком поэтому не венитесь особенно на их передовые достижения на их гендерность там и прочие маразмы если у человека аритмии то тогда практика не работает ну понятно но это поросит аритмия вообще центр там когда она рассказывает там свои достижения вот у них девочка была ну не давление ну никак вот высокое давление и аритмия ничего не делали и два раза и три раза там ее оставляли не проходит ну выгнали вот большой какой-то глист то ли свиноид то ли там вычей цепи неважно очень какой-то был гад сидел в ней вот убрали и все не аритмии не высокого давления ничего не стало я не говорю что у вас должен быть обязательно большой глист это может и одноклеточная какая-нибудь зараза сидеть которая так себя ведет таким результатом приводит вот но надо посмотреть как и вывести к сожалению от универсальных способов нет вечером 18 часов ленинграде на небе зарево на юго-востоке у нас земля сейчас она уже болтается у нас солнце на юге станет на нем и на востоке как положено на юге вот и туда же заходит туда болтанка будь здоров какая идет поэтому у нас лава движется поэтому у нас все эти проявления начались по пять тысяч землетрясений за год как бы предыдущие годы уже по 70 по 80 тысяч давайте на этом закончим сейчас меня разрешите откланяться ну и кого же ну что спокойной ночи